Привет! Вы на канале Аликас. И нет, у нас сегодня не будет видео про бренд Майбах, хотя мы находимся буквально рядом с ним. Сегодня у нас речь пойдет о таком производителе, как Экспресс Верке. Конечно же, вы спросите, а какое имеет отношение Майбах и Экспресс Верке? Потерпите, в этом видео все узнаете. Немецкий производитель велосипедов и мотоциклов Экспресс был основан очень давно, в 1884 году. И обосновался он в небольшом городке Неомаркт, это Бавария. И в принципе, уже в 1884 году он начинает выпускать первые свои велосипеды системы Паук. В 1891 году начинает производство велосипедов типа Софетти, то есть с одинаковыми колесами. А уже в 1900 году Экспресс производит всем нам знакомые велосипеды, мужские и дорожного типа, которые пользуются огромной популярностью. Ну, естественно, речь идет на локальном рынке. Однако, этот производитель встречается даже на территории Украины, то есть я неоднократно встречал мото-велосипеды Экспресс, которые они начали выпускать всего лишь в 1938 году, комплектуя их моторами САКС. Вот мы видим такой экземпляр мото-велосипеда. В принципе, как видно по нему, это абсолютно та же конструкция, которая использовалась и у Вандерера. Ну, единственное, тут есть небольшие отличия в передней вилке. В остальном, это, в принципе, хорошо нам знакомый легкий мотоцикл с двигателем САКС 98 кубических сантиметров. И вот почему-то именно много таких Экспрессов встречается как раз на территории Украины, то есть я их видел как минимум несколько экземпляров. Напишите, у кого такие есть, будет интересно тоже узнать. Но компания Экспресс, в принципе, выпускала довольно много различных мопедов. И после Второй мировой войны она тоже продолжила производство различных мопедов и мото-велосипедов, и даже мотоциклов. Вот здесь мы можем посмотреть иерархию ее мотоциклетной техники. в единственном в мире музее, который находится в городе Неомаркт. И находится он, как я сказал, рядом с музеем Майбах. Ну, а теперь, наконец-то, настало время открыть для вас секрет, какая же связь между Экспрессом и Майбахом. На первый взгляд, ее, конечно же, нет, потому что Майбах располагался абсолютно в других регионах. Это было Штутгарт, а Экспресс – это Бавария, это город Неомаркт. То есть они теоретически даже никогда не пересекались. Но коллекционер, который собрал вот эту коллекцию Майбахов в музее, он родом из города Неомаркт. И он захотел, чтобы все посетители Майбаха в обязательном порядке могли познакомиться и с продукцией, которую выпускал его родной город. То есть он сам нашел, отреставрировал все вот эти вот Экспрессы, которые существовали за все года. И, в принципе, расположил их на территории фабрики Экспресс, которая не работает уже с 1959 году. То есть музей Майбах находится на территории фабрики Экспресс, и поэтому, собственно, мотоциклы Экспресс здесь не выглядят лишними, даже рядом с самим Майбахом. Ну а как же развивалась история с Экспрессом? Можно просовлететь на примере вот данных экземпляров. Как видим, это довольно-таки интересные, любопытные мотоциклики с объемом двигателей 150 и 250 кубиков. И владельцы фабрики Экспресс Верке пришли к выводу, что будущее будет за вот такими легкими мопедами и инвестирует даже в разработку собственных двигателей Экспресс, которые получили названия С-51 и С-52. Это вот эти вот педальные моторчики. Инвестиции были довольно существенными, и это подорвало, к сожалению, финансовое положение компании. То есть компания к 1958 году пришла уже с плохими результатами. А в это время уже начинался как раз бум продаж автомобилей. А продажи мотоциклетной техники и мопедов начали стремительно сокращаться, потому что немецкое экономическое чудо, план Маршала, привел к тому, что немцы стали зарабатывать больше, и они уже хотели большего комфорта. И поэтому большим спросом пользовались именно автомобили, а не мотоциклы. А мотоциклетных фабрик на тот момент в Германии было порядка 80 штук. И, конечно же, выжить Экспрессу, который был по этим меркам довольно небольшим производителем, было крайне сложно. И тогда, в 1958 году, Экспресс продает свою компанию такому холдингу «Цверат Юнион». Значит, что это за холдинг? Это по аналогии с «Автоюнионом» объединились несколько, вот, скажем, таких не очень удачливых производителей. Это были остатки ДКВ, те ДКВ, которые остались на территории ФРГ, и которыми управляла компания «Ауди». То есть она продала свои мотоциклетные подразделения, отдала в «Цверат Юнион». Вторым производителем был «Виктория». Это немецкий бренд из города Нюрнберг. Это довольно серьезный производитель, но который тоже имел похожую линейку, как «Экспресс». И третьим был «Экспресс». И вот этот «Цверат Юнион», в принципе, должен был с совместными разработками и оптимизацией производства как-то выбраться из кризиса, который охватил всех троих производителей. Однако, к сожалению, этого не случилось, и в 1959 году производство мотоциклетной техники в городе Неомаркт окончательно прекратилось. И эта фабрика, на территории которой мы сейчас находимся, с тех пор уже не выпустила ни одного мотоцикла. Но зато она здесь их сохранила, и мы имеем возможность посмотреть, какую продукцию выпускал «Экспресс Верка» на протяжении своей долгой истории. О том, что мы находимся непосредственно на территории фабрики, говорят вот эти старые станки с ременным приводом от вала, который проходил под крышей и передавал крутящий момент на каждый непосредственно станок. То есть здесь решили сохранить эту производственную атмосферу еще в 50-х годах и раньше, для того, чтобы когда-нибудь производство сюда все же вернулось. Подписывайтесь на канал. Вот такая у нас сегодня была история. Пишите, кто знал такие бренды, такие мотоциклы, как «Экспресс», кому они попадались. И пишите свои вопросы по поводу истории мотоциклетного производства Германии. Буду стараться на них ответить.